Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 5 сентября, день лупа, по-латински это волк. Уверовав во Христа, святой луп разбил бездушных эллинских идолов, а иных потопил в глубине морской. За это нечестивые идолопоклонники хотели рассечь его мечами на части, но пришли в безумие и посекли друг друга. Тогда они начали пускать святого стрелы, но вместо мученика поражали стрелами друг друга. Луп еще не был крещен и весьма желал святого крещения. Он повалился о всем Господу, и та часть с неба пролилась на него вода. В народе день лупа называли брусничником, поскольку к этому времени уже поспевала брусника. Женщины и дети шли собирать эту ягоду. Бруснику искали во влажных лесах и на болотах. Из нее готовили вкусные и полезные деликатесы – пастилу, варенье, компоты, а также замачивали в воде. В народе брусника уважали и ценили за целебные свойства. Она помогает справиться с простудой и даже туберкулезом, который является запущенностью простуды. Ее листья шли на приготовление специального чая, который использовался для лечения болезней печени и кишечника. По степени зрелости брусники определяли, насколько поспел овес и можно ли его убрать. Если ягоды уже в соку, то овес поспел. Приметы. Если утренних заморозков еще нет, сентябрь будет теплым. Если к дню лупа овес не собрать, он может пропасть от морозов. В этот день отмечаются первые заморозки. Если на лупа журавли на юг потянулись, зима наступит раннее. Если журавли летят низко, зима будет теплой. Если летят в небе высоко, холодной. Если журавли сегодня летят молча и быстро, жди ухудшения погоды в ближайшее время. Танюша, итак, о чем мы поговорим на сегодняшней передаче? И говорить мы сегодня будем о синяках. Не потому что гьет меня кто-то, а потому что часто люди, наблюдательные, замечают, что даже забыли, откуда поставили синяк. Просто надеваем какие-то уже летние маечки. Смотрю, здесь синяк, здесь синяк, здесь синяк. Откуда они берутся, то есть мне не больно, когда я их делаю. Я не фиксирую, когда они делаются. Я поговорила с народом, многие страдают. И кто-то умный говорит сосуды. Я говорю, ну понятно, я тогда к Малаху, мне сейчас все расскажут. Сосуды, не сосуды. Хорошо, я согласен. И остается просто добавить, что когда оставишь синяки, вроде бы и непонятно где и как ударилась. Но в конце концов, неприятно, что они есть. Да, кто тебя как хватал за такие места? Вот, оказывается, действительно... Семья разваливается, потому что спасать надо. Оказывается, что такое действительно синяки? Синяки – это проблемы с сосудами. Потому что почему-то наши сосуды становятся хрупкими. И естественно, любой какой-то толчок, они начинают ломаться. Ломаться, кровь выходит. Да, и получается вот эта гематомочка, которую мы видим в виде синяка. Так вот, оказывается, в чем же проблема? Проблема, опять-таки, в нашем питании. Для того, чтобы наши сосудики были эластичными, чтобы они были такими молоденькими, хорошо пропускали кровь, оказывается, должны в пище содержаться два основных вещества. Витамин В, рутин и витамин С, которые вообще дают нам крепость в нашем организме. И если их не хватает, то и наблюдаются вот эти вот синяки. Потрясающе. Послушайте, есть же такие синтетические витамины, которые продаются в аптеках. Вот, вот. Бог с ними, как они называются, смысл в том, что в составе именно этих вот поливитаминов находится как раз вот этот рутин и витамин С. Но витамин С, ну, вроде как все знают, что он должен быть. Некоторые еще по старой советской детской привычке во взрослой жизни едят эти драже. А где брать рутин? И что он, ну, как бы, откуда растут ноги? Хорошо. Сейчас мы узнаем, откуда рутина растет ноги, что он делает и так далее. Но прежде чем приступать к объяснению витаминов В и С, я должен одну важную вещь сказать. Дело в том, что синтетические витамины, они по самому действию намного слабее, нежели естественные витамины. А на сколько? Или в вас сколько раз? Я думаю, что в некоторых случаях могут в 10, а то в 20 раз. И, кстати, кстати, очень важно понимать, что синтетически они хуже усваиваются. И, как правило, когда мы их принимаем, мы просто-напросто берем в туалет и вдруг замечаем, что наша моча становится желтого цвета. Того витамина, который мы съемим. Ну, она так, очень желтая. Да, но она должна быть такая чистенькая, а тут она какая-то, знаете, мудная. То есть это говорит о том, что этот витамин просто-напросто транзитом проходит через наш организм. И более того, если мы с вами, значит, больше всего витамина С содержится в шиповнике, витамина В содержится в свежей зелени, съедим шиповника, съедим, значит, этого зелени, никакой передозировки не будет. На всех упаковках синтетических витаминов сразу дано предостережение. Они могут вызвать передозировку и в некоторых случаях даже отравление. Так вот, основная роль витамина В заключается в укрепляющем действии именно на капилляры. Чтобы проницаемость у нас капиллярного русла была сведена к минимуму, потому что кровь не уходила. Вот, и как раз витамин В повышает прочность капилляров и улучшает их эластичность. Шестые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует интуитивные способности нашего сознания, что располагает к разного рода гаданиям. В Древней Руси священной и вещей, предсказывающей будущее, была птица с женской головой Гамма-Ю. Поэтому и лунные сутки получили это название. Энергетически активные легкие, поэтому этот день располагает к выполнению разного рода дыхательных упражнений и гимнастик. Если органы дыхания больны, то сегодня лунные сутки на лучшем образом подходят для их лечения. В этот день не переедайте, чтобы энергия, поступающая через легкие, не тратилась на пищеварение, а больше направлялась на обновление организма. Уединение молчания сегодня приветствуется. Седьмые лунные сутки. Окружающее нас пространство меняется каждые лунные сутки, открывая пытливому, целеустремленному человеку все новые и новые возможности. Работать со стихиями и духами природы. Остерегайтесь сегодня произносить ненужные слова и не рвите бумагу. Вообще сегодня меньше говорите и ни в коем случае не врите. Вас сегодня слышат и могут исполнить ваши желания. Поэтому проявите должное уважение и разум. Тем более, что сегодня вас могут провоцировать на плохие поступки, чтобы отнять эту удивительную возможность. Сегодня нервите зубы и обязательно потренируйте руки. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!